Дальше было больше Номер четыре – пир фанк Что значит пир фанк? Чистый фанк Это значит, что вы слушаете музыку Иногда ты танцешь на драме Иногда ты танцешь на барабан Иногда ты танцешь на гитару Ты движешься, но ты связан с музыкой Музыка диктает, что ты должен делать дальше Здравствуй, Грег. Большое спасибо, что смог приехать к нам в Россию Для нас это большая честь и радость В особенности, что касается фанка Мы сами фанк-бэнк И обожаем лопать фанк Но этого недостаточно И мы хотим соединить в своих выступлениях И музыку, и танец, и знания о самой культуре И, конечно, доносить фанк до обычных людей Можешь рассказать нам, как это случилось с тобой? Тогда, давным-давно Что ж, давным-давно Когда была передача Soul Train Два моих трешка Которые изначально придумывали, как делать движение в стиле робот Для передачи Soul Train И выступали там соло Они пришли на Дона Кэмпбелл Да? В это время никто не знал, как делать лопать и зло это было Он только-только начал делать пару новых шагов Так я познакомился с ним через моих друзей Потому что они уже знали, как писать стола под стол И у них это хорошо получалось Позже я постиг, как добавить своего блоки в Дон Дон и его коллеги называли меня Кэмпбеллок младший дун Нет? Потому что никто не понимал новый танец, кроме этой парочки Меня и его С этого начался прогресс Так зародилась наша дружба И я смог сделать свой флаг блокинг И стал Кэмпбеллок животным А ты помнишь, каким чувством ты начинал танцевать? Как ты почувствовал, что хочешь заниматься танцами? Сперва, когда я начал танцевать, мне не понравилось, что он делает Он был немного тормознутый Он же большой такой, ты знаешь? А я маленький Я понимал, что он работает на чем-то очень специфическим Письма отличным от других танцев После этой встречи прошло пару недель Мы не виделись И вот в воскресенье ночи мы встречаемся в клубе Большинство моих знакомых не ходили по воскресеньям в клубе Так как в понедельник им надо было на работу Так что я пошел в клуб со своим приятелем из коллеги И там-то я увидел, что за это время он добавил кое-что новенького в те движения Ох, это было что-то особенное, что я увидел там Так что я принялся за изучение Сколько тебе было, когда это свершилось? Мне было восемнадцать Восемнадцать? Ну и вот я начал добавлять своего Это происходило в клубе? Нет, это было дома Клуб был в воскресную ночь На следующий четверг я пошел в клуб, который посещали все Он назывался Black Holiday Черный выходной Там я танцевала танец со своими фишками Тогда-то друзья Дона и назвали меня Кэмболок Джуниор И мы собрали с ним команду Дважды в месяц мы попадали на Soul Train В субботу и воскресенье было два шоу-день Тогда появились еще два знакомых друзей Это Скуби-Ду и Флуки На тот момент Флуки уже был достаточно известным вокруг Потому что он был чир-лидером В старшей школе номер один Он уже знал, как очень хорошо танцевать У Скуби-Ду уже было свое движение в Скуби-Ду И он знал часть движения в Вокинге Так мы собрали команду И я и Дон добавили еще немножечко Вот так оно и закрутилось А я придумывала мина почти для всех движений Таким образом ушло развитие Эти люди пришли как друзья И сбились вместе в команду Затем Дон потянул толстенького парня по имени Фред И взял его на Soul Train Мы работали вместе Пока они стали известными танцорами Soul Train, о котором ты говоришь Была такая передача, где выступали музыканты И прицали танцора под живую музыку Если говорить о том, как это было на моей памяти Когда был я, Скуби-Ду и Флуки Практически весь локон был залом движения Дона Но во что превратились эти движения Чем они стали Это общий вклад Дона, меня, Флуки и Скуби Весь словарь, игру Мы завершили формирование внешнего облика локинга То, что я описал, уложилось приблизительно в период двух лет За который мы завершили работу над нашим танцем и стали известными И вот вы стали известными танцорами и начали делать шоу Да, так оно произошло Шаг за шагом А я как бы был парнем, который знал, куда это все зайдет Я был тем, кто смотрел в будущее И видел, куда это заберется, понимаешь? То есть, с самого начала ты видел, насколько далеко все это зайдет Именно так С самого начала С нами была Тони Бейзл Она уже имела опыт в хореографии Понимаешь? Я к тому времени учился в старших классах И занимался рисованием мультфильмов и киносъемкой Мой отец был военный человек И братья мои тоже служили в армии Так что я выступал как проводник идеи боевого слаживания в команде Равных братьев в силу дисциплины, в которой рос По типу того, что мой отец частенько говорил мне Пойми, Грэг, дело не в тебе, дело в команде Вот откуда взялись принципы, которые перешли наши труды Дон стал четвертым человеком, который открыл мои глаза на мои навыки и умения К тому времени, когда мы стали известным Локерс Тони Бейзл уже обросла связь А я прекрасно справлялся с командной хореографией То есть мы уже были вполне себе профессионалами Я видела у вас шоу с декорациями из этого материала Как у Антона камера сделана из картона У вас там такие шляпы были чудные И у вас там девушка была в команде Девушка? Ты имеешь в виду Тони Бейзл? Девушка у вас в труппе Ну это и была Тони Бейзл А, так это Тони Бейзл Ладненько Ага Были другие девушки, которые попадали в труппу Они посещали клуб Они были частью эволюции Локинга Приносили что-то свое, танцуя с нами в клубе Но когда была создана труппа С нами осталась только одна Тони Бейзл Ага А, ну да Вот так оно все и начиналось Расскажи мне про Локин Вот есть у нас тело, есть душа И вот, вот Что за что отличает этой схеме? Есть Локин Часть с персонажем характером Но В чем и был мой вклад Был и пляж для вечеринок Который распространялся в афроамериканском сообществе А у него уже были свои виды танцев Которые плясали афроамериканцы повсюду И вот появляется новый танец И люди начинают его внедрять Добавляя специфические жесты Тут мы столкнулись со сложностью соединения разных форм Приключений, связок движения, названий и стилей Это напоминало создание чего-то уникального Чего-то уникального, да Ведь люди, когда смотрят на это Хотят делать так же А потом вся страна делает так же А потом и весь мир И вот на дворе 2008 год А мы все еще смотрим по видео Четыре поколения танцоров Но форма, к которой мы пришли По итогу создавалась 8,5 лет И мы делали только мощную продаж Мы никогда не были по танцовке Игра у нас были соответствующие хороши Нам не платили как танцовщикам Нам платили как актерам Сейчас моя миссия заключается в том Что буду довериться Что новые поколения интересующихся Познакомятся с действительно оригинальным стилем Историей И почему движения таковы Каковы они и есть Многие люди просто делают внешне похожие движения И называют это локингом Но это не локинг Такое в балете бывает Но есть знания Что это за движение Почему это движение Как оно появилось Если ты обладаешь этим знанием То ты танцуешь правильно Но полно народу, который только думает, что он знает Что получается? Ты всегда должен знать причины Да Тогда есть смысл Те люди, которые знают, что делают их стиль Гораздо более выразительным А персонаж харизматичный Бывает так, что человек делает движение Знает, как правильно его делать Исполнять Но не знает зачем Это невежность Без осознанного намерения твои движения не обретут силы А твое движение, которым ты сделал из конкретной необходимости Оно будет куда более могущественным Хорошо, давай теперь про фанк О музыке фанк Она так тесно связана с локингом Вот оно слово фанк Как на футболке, что я дал той девушке Потому что это часть этого Итак, слово фанк Обратимся к истории вопросов Сперва все началось с музыки R&B и с соло-музыки Затем пришел новый стиль музыки Который исполняли Джеймс Браун, Остис Реддинг Аретта Франкин Их музыка давала людям утешение и надежду Фанк означает освобождение от боли Означает расслабленный и получающий удовольствие Это как будто ты встречаешь меня из каши Эй, мужик, ну что с тобой не так? А я тебе отвечаю Все по фанку Это означает, несмотря на то, что все вокруг складывается против Значит, твоя душа поется Так что фанк означает Спокойствие перед лицом напасти Он не быстрый Фанк превращает тяжесть своих проблем в радость победы над ними Вот что означало это слово Когда кто-то говорит, что он идет на фанк-вечеринку Это означает, что там будут люди, которые будут оттягиваться под эту музыку Так что если ты называешься фанк-контором Это означает, что ты пляжешь под балдежную музыку Расслабляющую музыку Неспешную Вода каких движений доводила людей эта музыка И им были даны соответствующие имена Но у Джеймса Брауна были и быстрые мелодии Фанк это кайф Он может разогнаться до достаточно высокой степени Но никогда не разгонится до сумасшедшего темпа Фанк это когда ты покачал под него, покипишевал под него, остановился и ткнул пальцем Многие люди в России говорят Хватит играть фанк, придуманный в 70-е в Америке Играть фанк в наше время в России это нелепость Вот это как раз то, о чем я говорил Все люди, которых я учу на этой планете, являются одной командой Различие между ними чисто внешне В начале пути они бросаются в глаза Различие в месте проживания в родном языке, на котором думают Казом может проявиться фанк Достаточно его просто полюбить Это может произойти где угодно Поэтому и локинг планетарий Всемирное братство локеров Понимаешь, что я делаю? Я связываю источник оригинального стиля с конкретной культурой И если ты хочешь фанка в этой культуре, нет проблем Это как если бы я учел русский язык Есть разница в том, что ты заставляешь меня или я сам хочу учиться русскому Понимаешь? В этом состоит существенное различие Фанк не означает, что ты должен быть черным, чтобы стать фанкой Если ты пожелаешь, то спустишь его в свою душу Ты хочешь этого и ты делаешь себя частью фанку Для этого ты должен познать, что такое фанк Когда ты сможешь стать частью этого Так что не сомневайтесь Это все равно, что говорить Грек не может сюда приехать, потому что он остался там в 70-х с его афроамериканцем Но я-то тут И это факт Таким образом, мы с тобой парадейцы Теперь братья Потому что мы хотим изучить оригинальный стиль с совместными усилиями Смотри Я владею хореографией многих стилей Но учу Я только локинг Я режиссирую фильмы Я промоутер Верно? Я знаю балет Я знаю джаз Но я никогда не учу этим стилем Я ставил хореографию для съемок рекламы и фильмов Но я не пытаюсь учить этим стилем Мое учение берет начало в локинге и кинорежиссуре Хотя я знаком с другими стилями Я люблю другие стили Но специализируюсь я в локинге Потому что это источник моего знания Это источник моей силы Но я должен знать Эти другие стили И я уважаю их Мое дело заключается в том, чтобы помогать людям Стать частью фан Имея за спиной все воли и желание Было бы искреннее желание у человека Я вмиг включу его во всеобщую движуху фан-стиле Это то, где все начиналось Всегда помню, что все это не просто движение Это способ общения с аудиторией И локинг это танец, понимающий аудиторию и настроение Это то, чему я учил всякие знаменитости Ашеру там, Майкл Джексона Ты и вправду учил их? Дело-то не в танце самому по себе А в персонаже, который раскрывается в танце Это заставляет людей остановиться Замереть и начать реагировать Резонанс персонажа пробуждает Эмоциональность Как возможно найти своего персонажа? Столько разных людей И у каждого своя индивидуальная душа Ты что, должен открыть в себе персонаж? Да-да! Ты должен раскрыться? Ты должен раскрыться, открыться Чтобы найти и принять персонаж Это следует делать каждому, если он хочет стать частью фан-системы Он должен обладать этим... Как это называется на вашей планете? Историй Который в идеальном случае приближает тебя к пониманию будущего Все, что ты можешь сделать, как и в любом другом деле Это постичь оригинальный источник И стараться удерживать связь с ним в познании Всегда будут люди, которые будут пытаться выйти за рамки связи с источником И использовать его для достижения своих целей Извратить идеи, как это бывало не раз в балете Это неизбежно Но ты должен знать, парадей Что ты хочешь, чтобы знать, чего ты не хочешь Знаешь фильм «Танцующий под дождем»? Мюзикл из 50-х 50-х? Мюзикл «Танцующий под дождем» А, ты имеешь в виду Джина Келли? Да-да-да Антон посмотрел эту мюзику и высказал предположение, что актеры исполняли там движения из Локинга Это же невозможно Локинг же позже появился В это же время, приблизительно, парочка из Джина Келли и Фреда Астера Они собирали свои движения в Гарлине, у нас на районе Просто они были теми, кто может себе позволить снимать и показывать эти движения в кино Но они никогда не были оригинальными танцорами Спасибо Спасибо Ты вернешься к тебе, да? Поехали, папа